Ребята, всем привет! Вы на канале Роман Гоу. Категорически всех вас приветствую. И как вы уже поняли по названию видео, я попал в довольно-таки неприятную ситуацию. Попал я на залоговую машину. Сегодня я расскажу вам, как это случилось. Дам советы, как снизить риски, чтобы не попасть в такую или подобную ситуацию. Ну, а также дам один советик, как вообще железобетонно исключить эти ситуации. Я имею ввиду в жизни автоинвестирования, в жизни вообще купли-продажи автомобилей. Подпишитесь, пожалуйста, на канал, кто еще не подписан. Жмите лайсевича и погнали! Как вы заметили, за прошедший год на моем канале довольно-таки много было беспробеговых машин. И, если честно, их с каждым месяцем становится все больше и больше. Если раньше были кейкары, то сейчас уже, видите, посерьезнее артиллерия вступает в ход. А, и, кстати, мы с вами рассмотрим сравнение, откуда гонять сейчас машина. Из Москвы, либо с Владивостока, либо там по своему региону, либо еще как-то. Это тоже очень важный момент. Так вот, одна машина всего лишь в этом году я решил купить с пробегом по России. Ну, вот у моих постоянных продавцов, к сожалению, не было вообще машины, вообще не было вариантов никаких. Я начал искать, и такая идея мне возникла, что пробеговых куча машин, и вроде как по цене интересно. В общем, купил я этого фита, вы все его увидели. Синенький фит, красивенький. Вообще, кстати, модель мне очень понравилась. Фит, 14-15 год. Вот это, ну, то есть вообще и трансформация салона, и расход. В два раза почти меньше, чем по джерик 0,7 объемом она ела. В общем, посмотрите перегон, кто не видел, если не забуду, где-нибудь здесь для вас ставлю. Купили у меня его ребята из автосалона. Автосалон серьезный, официальный дилер. Приехал на осмотр человек, меня он знает, так сказать, с моим творчеством и с деятельностью знаком. Все, посмотрели, договорились по цене, сделал достаточно хорошую скидку. Все, человек уехал. Я как бы забыл и морально уже, и физически. Ну, то есть все, для меня это пройденный этап, этот Honda Fit. И вот проходит почти два месяца. Роман, здравствуйте. Вопрос по вашему фиту. Стали продавать ваш автомобиль. И, получается, вот вы машину покупали у Сайб. Ну, ладно, там куча персональных данных сейчас. В общем, вопрос такой. Начали, начал автосалон, ну, нашел покупателя. Начали оформлять автокредит. И выпало, что машина находится в залоге у банка. При том, что ПТС, оригинал на руках. То есть я ее покупал с ПТС, оригинал. Кредит брал человек, еще не у которого я покупал, а еще до этого, собственно. У которого я покупал парень, тоже поставил ее на учет. Потом он впоследствии снимал ее с учета. То есть мы с ним, в принципе, на связи были. Там договора я ему скидывал, чтобы он снял с учета через госуслуги. В общем, такая-то ситуация, что я вроде как распрощался с этим ФИТом. Но вот мне звонят и говорят, что ФИТ мой, как бы контекст такой. Сейчас попробую позвонить, пообщаться с человеком, который непосредственно брал этот кредит. Там немного осталось. Там осталось 80 тысяч. Просто с этой операцией я планировал закрыть досрочно его. И у меня чуть-чуть просто не получается. Но я исправно плачу, ограничений на машине никаких нет. То есть, вот, запретов на них никаких не будет. Из-за 80-ки свою кредитную историю и отношения со всеми там портить не будет. То есть, ну, оно мне не нужно ничему. Просто-напросто. Потом вот эти качели, судовские и тому подобное. Вот. Ограничений на тачке нет никаких. Абсолютно. И не будет. В этом я гарантирую. Сейчас, если ситуация чуть-чуть стабилизируется, закрою его досрочно первоочередное у меня стоит. Все, понял. А так уже сколько вот, если вы... Потому что Владимира, которому я продал, который продавал, скорее всего, вам, я не знаю, кому, машину, я с ним общаюсь. То есть, мне его подставлять смысла нет. То есть, ну, несерьезно будет. Поэтому за это не пережайте. Просто возможности закроют досрочно. Сейчас плачу исправно, там, по 5 тысяч в месяц. А сколько вообще по времени еще платите все вот так, как вы платите? Ну, я, если по 5 тысяч в месяц, там, по 60-ки, она закроется, блин, в течение года. Но буду больше платежами закрывать, учитывая того, что мне вот сейчас уже название. То есть, с этим какая-то сложность возникает. Все, понятно. А вот ПТС этот банк не забирает, да, получается, когда кредит выдают? Нет, не забирают банк, ПТС-ку. Ничего они сейчас не забирают. Они просто в нотариальной пишут номер кузова, для того, чтобы машина якобы пока находится, пока в кредите, в залоге. Проверять надо через нотариальную. Мы, получается, тоже добросовестные приобретатели, правильно, этот автомобиль. Мы тоже никого никуда не обманывали. И, видите, мы же тоже могли машину, получается, сейчас продавать, но мы ее же не продаем, потому что машина, получается, является предметом залога. Просто как вам так юристы говорят, я тоже не понимаю, когда у вас в договоре четко прописано, что когда вы продаете автомобиль, со слов продавца, автомобиль не находится в залоге. Ну да, ну я же говорю, если бы я знал, что там какие-то залоги, я бы даже не подошел к этой машине. Я и вам говорю, что есть потерпевшие, ну, я говорю, компания. Компания будет свои, естественно, права отстаивать. Ну, понятно, я тоже буду свои права отстаивать. Я тоже, я не считаю себя каким-то обманщиком, мошенником, там, я ничего не делал для того, чтобы нарушать там какие-то законы. Еще раз, вы понимаете, я вам вчера что-то сказал? Ну, помню. У вас есть никто тоже таким плохим не считает. Ну, вы можете почитать там свой договор, и в договоре, в котором вы подписывали, написано, что автомобиль не является предметом... Так я не в курсе был просто, что он является. И где это... Я как простой гражданин проверил, где возможно, на сайте ГИБДД. Проверил, и все. Что я... Какие там базы мне где? У меня нет доступа туда. Не знание закона, но я закон знаю, но это не закон. Я думаю, если они подадут, на случай даже, если они подадут, тут все закончится одним отзывом на исковое заявление, и все. Либо в отражении. И суд прекратит производство, потому что нет оснований. Права не нарушены, ничего. Обслуживание набранного вами номера временно приостановлено. Да. Алло, Владимир, здравствуйте. Здрасте, я сейчас немного занят. Давайте минут через 40-50 вы не перезвоните. А, давайте, давайте, ладно. Да. Вот это очень такое звено в этой цепочке из 4-х человек, да, ненадежное оказалось. Хотя, ну, не знаю, реально покупал человек, парень, такой нормальный, покупал у него машину, то есть вообще, то есть никаких не было таких у него, ну, не знаю, типа субарист, там, сноубордист, ну, такой, как бы, ну, на позитив, в общем, человек. Я не знаю, что он, почему он трубку не берет, ну, в какой смысл? Проблема сама собой не решится. Ну, если потребуется, поеду к нему на работу, поеду к нему домой. Подумаешь, Владивосток, там, в Артеме он находится, ну, как-то будем решать через 3 дня. Сегодня просто разговаривал с Владимиром, сдал ему вопрос, говорю, человеку, которому продавал, то есть сообщал, а он, говори, человек сам мне сказал, что машина в залоге, ну, типа, своевременно будет выплачивать. Ничего мне не говорил, у меня, я просто... За счет этого скидка будет сделана? Не-не-не, скидка за счет того, что там после ДТП она, ну, как бы, все нормально отремонтировано. Вот. Я просто объясню, я веду видеоблог, и, как бы, в том числе покупка этой машины, она полностью была заснята, как бы, на видео, и ничего, никаких таких слов абсолютно не было. Я, конечно, когда услышал, что он сказал, что якобы, даже не то, что он мне сказал, я ему сказал про этот залог, вот этот человек у меня, и конкретно загорелось. Мало того, что он скрывается, там, трубку не берет, по-моему, он номер даже поменял, ну, то есть через WhatsApp только ему получается позвонить. Еще просто откровенная ложь, ну, даже вот логически, если с точки зрения автобизнеса, да, размыслить, машина продавалась по рыночной стоимости, ну, по нижней планке рыночной стоимости. Был нюанс, что, да, там, три элемента деланы, но без шпаклевки, ничего, вообще, все идеально. Даже если я узнаю, что машина в залоге, и решаю связываться, скинул он мне на сколько, 5 тысяч, и еще 5 тысяч потом. То есть за скидку 10 тысяч я согласился купить залоговую машину, долг, по которой там, ну, 80 тысяч на данный момент, а тогда, ну, вроде как, больше был. Это просто бред, это вообще вне логики. Кстати, ребят, напишите в комментариях, кто вообще связывался с подобными историями, как бы и мне, и, думаю, всем подписчикам будет интересно, потому что, блин, ну, надо делиться такой информацией. Возвращаясь к теме вообще остальных пробеговок машин, я вот гонял машины с Москвы, с западной части страны, даже часть уже попала на мой канал, как бы занимался этим давно, уже лет, наверное, 15, ну, вот верхушка такая, этого айсберга, она попала на канал. И каждая вторая машина, она попадала под запрет у приставов. Причем под запрет необоснованный. То есть даже вот те, которые на канале, Suzuki SX4, Suzuki Grand Vitara, Subaru Forester, BMW даже, Beho Shishiga, тоже с запретом и была. Короче, даже не половина, больше половины машин последнее время, которые я пригонял, они постоянно были какие-то качели с приставами. Причем трубку они не брали. Приходилось как по интернету, ну, как-то правдами и неправдами удавалось, как бы всегда запрет снять, но это очень сильно напрягало. И вот решил опять купить пробеговую машину, и такая фигня вообще. То есть это монетка в копилку без пробеговых машин, прям однозначно. Вообще, вот и так, если сравнить вкратце, как я раньше покупал машину, приезжаешь в Москву, садишься на телефон, ну, раньше на ноутбук, сейчас в современности уже на телефон, ты приезжаешь, и то ли ты через два дня уедешь, то ли ты через две недели уедешь, бывало, и такое, непонятно. И сколько ты заработаешь, какой ты вариант найдешь. Ну, то есть такой процесс довольно-таки нервный. Даже вот сейчас мы ездили субаря искать, реально с сыном, ну, сначала ночили на расслабоне, потом просто двое суток вот так вот уже шея заклинивает, три сайта, пока одно приложение пролистаешь, все свои варики, уже в третьем обновилось. С беспробеговыми машинами совсем другая песня. Тем более я вышел на таких людей, на таких продавцов, просто у меня в голове не могло уложиться, как ты прилетаешь за машиной, тебя встречают в аэропорту, машину тебе вручают, в заводской краске, с аукционником, вообще без каких-либо подводных камней, с запасом сотка, чистыми. И ты просто можешь, ну, я там по зеленкам где-то лазю, ты можешь просто садиться. Никаких вот этих историй, поисков, никаких кидалов, никакого, никаких запретов, никаких арестов, никаких залогов. То есть это в принципе невозможно. Потому что машина пришла из-за рубежа, то есть какие там кредиты, ну, в Японии там, я не знаю, как эта вся система, но наше вот, к сожалению, население очень сильно закредитовано, очень сильно все люди, к сожалению, в долгах, и повсеместно вот возникают такие вопросы. Что по нашему фиту? Краткие вырезки из моих разговоров телефонных, они длились по 10, по 20, по 30, даже больше, чем полчаса некоторые разговоры были. Ну, то есть я в принципе больше минуты, очень редко разговариваю. Я вообще по телефону практически не разговариваю. Так, сейчас сирену пропустим. После всех этих разговоров, переговоров, человек, который изначально брал кредит, согласился, ну, как-то пойти навстречу, не знаю, с одной стороны они, он продал этому в залоге, мне вообще ничего не сказали про этот залог. Ну, как бы такая история. Ну, в любом случае, человек пошел навстречу, сказал, что решит вопрос, ну, сначала он так поверхностно говорил, потом сказал, что все, сам позвонил, говорит, все, я решил вопрос, сейчас залог этот закрываем, все, эта история заканчивается. То есть, в принципе, если вы видите это видео, то все, я уже по базе проверил, все, никакого этого залога нету, все чисто, все четко. Если покупаете машину, ко всем проверкам добавляйте обязательно проверку по номеру кузова на сайте Нотариальной Палаты. Вот это обязательно. Но, мне кажется, очевиднее и намного круче вариант. Без проблем, без номеров, без камер, без штрафов, без запретов, без залогов, без ничего, либо просто спуститься. Это, ну, это как бы просто получается, как понять реклама? Да, это реклама, но я просто показываю свою жизнь автомобильную, да, покупли-продажи. Просто показываю, как все это происходит, и это получается автоматически реклама. Просто спускайтесь по ссылке в описании, по контактам. Ребят, машины, честные, без таких всяких историй, не впукните точно. А по состоянию, вообще, просто... Я просто охренел, что такие бэушные машины бывают. Вот первую машину Янвагона купил, что я смотрю варку, а там не задут, а пеной, потом что-то баллончиком, потом антигрями, потом это все отвалилось, потом еще задули на этот, напоследок. А там просто все, железо какое вот оно было с завода. Все болты не рыжие, даже налетника нет небольшого. Я просто охренел от такого вообще. То есть это железобетонная гарантия от залогов и запретов, про которую я, собственно, и говорил. Также с автосалона Эдуард тоже, как бы, никто не быковал, ничего, пальцы не гнул. В принципе, все на уважении. Я там как-то воспользовался своим правом, ну, просто проконсультировался, там, не взначай с юристом, потому что, если это, ну, как бы, произошло, ну, всякое может быть, мне нужно было просто рассмотреть вообще все варианты возможного развития событий. По идее, ребят, если бы не разрешился, вот эта ситуация не разрешилась, сейчас, по идее, должна быть и вторая часть сниматься, потому что я завтра прилетаю в Владивосток, как бы мы летим с сыном в путешествие. С сынишкой не хотелось бы, конечно, подобные истории, подобный контент записывать, но я не знаю, как-то надо было бы решать, находить эти разговоры. Кто-то там убегал от этих разговоров, да, как-то пытался скрыться. В общем, ребят, что сказать, делитесь обязательно опытом. Кто не поставил еще лайк, влепите мне Лосевича, очень редко про это прошу. Просто у меня обычно лайвовые такие видео, где вообще, как бы, не до этого, и просто покажу реально происходящие какие-то вещи, и все. Ну, к счастью, к счастью, все нормально сложилось. Не попадайтесь. Всем успешных кейшек, всем большой удачи, и пока.